Девушки отдыхают Именно там вышел из строя моногидратный насос абсорбита и произошел выброс триоксида серы, поэтому Тарас накрыла едким дымом. Правда, в момент замера в цех был приостановлен, проводили его продувку. И превышающие загрязняющих веществ экологи на месте аварии не установили. Воздух в границах санитарно-защитных зон специалисты тоже проверили. Департаментом экологии Акимата Жамбылской области проведены измерения предельно допустимых концентраций вредных веществ на улице Сулейменова в Таразе. Установлено, что ПДК по аммиаку и сероводороду не превышало пороговых значений. Наблюдается небольшое увеличение второсодержащих соединений. Также было проведено изучение в селе Шайкарык Жамбылского района. Предельное превышение не выявлено. Ранее данные концентрации Акимат Тараза и Минэкология сообщили разные данные загрязнения воздуха. Городские власти утверждали, что предварительные анализы показали небольшое увеличение повтористым соединениям. Пресс-служба Министерства экологии сообщила о том, что выявлено трехкратное превышение втористого водорода. В любом случае, в ходе внеплановой проверки проведут камеральный контроль, который выявит все обстоятельства аварии. Департамент экологии Казгидромед продолжает мониторинг атмосферного воздуха. В настоящее время завод минеральных удобрений работает в штатном режиме. Бывшего руководителя ТО «Астана Трейд Интернешнл» Булата Алтынбекова задержали в Москве. Его разыскивали с 2010 года по делу о коррупции. Антикор сообщил, что процедура по его экстрадиции в Казахстан уже началась. Товарищество под руководством Алтынбекова строило столичные жилые комплексы «Золотой», «Сезам», «Фортуна», «Камины», «Эдампалас» и «Олимпалас». Предоставить дополнительную информацию или фотографию задержанного в антикоррупционной службе отказались. Евросоюз поможет Казахстану вернуть незаконно выведенные из страны деньги. Об этом стороны договорились на встречу председателя антикоррупционного ведомства Ужаса Бектенова с делегацией ЕС во главе со специальным представителем по Центральной Азии Терри Хакала. Участники также обсудили введение законодательной ответственности за незаконное обогащение и все вообще декларирование доходов и расходов. Отдельной темой дискуссии стало расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январдскими событиями. На данный момент 171. Дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола. Агентство по каналам коммуникации Генеральной прокуратуры предоставляет интересующее международное сообщество информацию. Теперь во время судебных процессов по делу экс-министра здравоохранения Льжана Бертанова и бывшего вице-министра Ужаса Абишева в зале суда запрещено вести аудио- и видеосъемку. Постановление на запретование судья Ибрагим Халькенов передает InBusiness.Kezet. Как он объяснил, чтобы не было потом видеороликов с оценочным суждением в отношении судей и негативного общественного мнения о досудебном расследовании. При этом суд не запрещает журналистам и другим лицам присутствовать на судебном заседании и делать письменные заметки. С этим решением не согласны адвокаты и сами подсудимые. Заявили отвод судья, его поддержали защитники. Судья объявил перерыв, чтобы и сторона защиты подготовила письменное ходатайство. Судебное заседание продолжится сегодня после обеда. Добавлю, что это не первый отвод судья Ибрагима, у которого упорно добивается сторона ответчиков. И к другим новостям. В Петропавловске из-за отсутствия инженерных сетей уже полгода не могут сдать дом на 72 квартиры, построенные по госпрограмме. Как выяснилось, денег на коммуникации изначально не выделили из бюджета и в результате начались проблемы с декабря прошлого года. Высотка готова принять своих жильцов, но последние вынуждены обивать пороги акиматов в поисках правды. Мои коллеги встретились с уставшими от длительного ожидания горожанами. Новые дома в микрорайоне Жасуркен растут как грибы. Вот и эту девятиэтажку по улице Порфирьева возвели еще в октябре прошлого года. Еще через два месяца провели конкурс среди вкладчиков от Басыбанка. 72 семьи планировали заселиться уже в апреле, но, как говорят несостоявшиеся новоселы, денег в бюджете хватило лишь на строительство самого дома, а про инженерные сети просто забыли. О том, что здесь идут работы по подведению коммуникаций, свидетельствуют разве что вот эти сваленные в кучу канализационные трубы. Вся прилегающая территория заросла полынью, да и работающую технику здесь видят крайне редко. Больше всего меня возмущает то, что у нас в Петропавловске строят дома, вот коробки ставят одни застройщики, потом к нему по коммуникации проводят другие. Мы с мужем копили пять лет на квартиру и до сих пор не можем заехать. Дом уже готов, дом все стоит, но единственное нету этих ни света, ни воды, ни тепла и когда это будет мы вообще даже не знаем. 13 лет на собственное жилье копила и семья Сани и Сатывалдиной. Горожанка планировала получить долгожданные ключи еще в начале весны, но на сегодняшний день, как и другие потенциальные новоселы, не может пройти процедуру подтверждения платежеспособности в банке. А все потому, что Акимат до сих пор не передал акт ввода дома в эксплуатацию. Причины тоже разные, что сначала не было денежных средств, выделено мало, потом получается договор тоже не вовремя, я так понимаю, что был заключен не вовремя, именно по проведению инженерных сетей. И сейчас, как бы уже Акимат пообещал, что выделились деньги, да, и что уже все должно начаться, так сказать, активное вот это все благоустройство. Но на сегодняшний момент, как вы уже видели, территория стоит, никаких движений абсолютно нет. В отделе строительства, архитектуры и градостроительства города Петропавловска рассказали, что проектом предусмотрено строительство дома без инженерных сетей. Подведение коммуникации предусмотрено отдельным проектом. Подрядчиком по последнему выступает ТОО «Бертис Констракшн». Денежные средства выделены из республиканского бюджета в размере 32,7 миллионов тенге. Нормативная продолжительность строительства, согласно экспертизы, составляет один месяц. Однако начать строительство на сегодняшний день не представляется возможным, так как инженерные сети к этому дому являются продолжением инженерных сетей к соседнему 144-квартирному жилому дому. Данный проект на сегодняшний день на стадии реализации. Финансирование предусмотрено на июль месяц текущего года. Подрядчик ТОО «Мольдер». Окончание работ по проекту намечено на август текущего года, после чего в течение ранее установленного в экспертизе срока будут подведены сети к 72-квартирному жилому дому. Заселятся ли горожане в долгожданные квартиры к сентябрю, как пообещали городские чиновники, большой вопрос. Как неясно и то, сколько еще людям придется мыкаться по съемным квартирам в ожидании получения ключей от собственного жилья. Жанат Турсынов от Амикен Бизнес. Глава одного из коммунальных предприятий Атаровской области на протяжении двух лет необоснованно поднимал тарифы на услуги водоснабжения и канализации. Как сообщили в агентстве финансового мониторинга, преступная деятельность чиновника принесла ущерб в размере 126 миллионов тенге. Руководителя приговорили к шести годам лишения свободы и запретили занимать должности с материальной ответственностью в госучреждениях. Расследование уголовного дела в отношении директора ГКП жилого ИСУ Алла Гузова завершено Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Атаровской области. Руководитель предприятия с марта 2019 года по март 2021 года установил монопольно высокие цены, необоснованно повысив тарифы на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационные деятельности населению города Кульсаре. При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству. Кроме того, в ходе расследования были снижены утвержденные тарифы на услуги водоснабжения населению города Кульсаре и Нового Каратона на 54,4%. Меню в детских садах Шымкента не соответствовало нормам. Это выяснили прокуроры Альфа-Рабейского района. Они проанализировали утвержденные в городском управлении образования меню дошкольных учреждений. Даже на бумаге дети не доедали необходимые им продукты. К примеру, некоторые детские сады лишили малышню творога, яиц и салатов из свежих овощей. Другие отчаянно экономили продукты. Например, курицу или рыбу давали не каждую неделю, а гораздо реже. Злоупотребляли этим и в частных, и в государственных детских садах. Прокуроры изучили меню в 67 учреждениях и в каждом выявили нарушения. 54 диетолога дошкольных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. Меню исправлены, говорят прокуроры. В некоторых детских садах, например, птица вообще не была учтена. Также не была учтена рыба. Где-то данная, например, рыба или та же птица, они давались в неделю, в две недели раз. А должны были в неделю раз давать. По данным Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 482 человек. Это на 28 человек больше, чем днем ранее. Антирекорд возглавляет Алматы. 205 зараженных. Меньше всего заболевших приходится на Акмолинскую область. Пока в желтой зоне находится только Алматы. Но столица тоже на грани переходов в следующую зону. На сегодня от ковида лечится 3211 человек, в том числе в тационарах. 401 пациент. В тяжелом состоянии находится 16 заболевших. Китайские акции продемонстрировали максимальное снижение за 7 недель. Во многих городах продолжают вводить локдауны и закрывать предприятия. Крупнейший мегаполис Шанхай с населением 26 миллионов готовится к очередному массовому тестированию после обнаружения субварианта штамма Omicron. Как отмечает рейтер, подозрения инвесторов усилились после того, как накануне Центробанк КНР разместил на рынке 3 миллиарда юаней. Акции энергетического сектора упали на 3,5% цветных металлов в 3,7%. Население Земли может достигнуть 8 миллиардов человек. По прогнозам ООН, это произойдет к 15 ноября этого года. И уже в 2023 году Китай перестанет быть самой густонаселенной страной в мире. В этом поднебесной пройдет Индия, которая станет страной с самым большим населением в мире. Тему продолжит наш виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Айгерин. Начнем с новых подробностей о произошедшей трагедии в Японии. Застреливший ПЕКС премьер-министра 41-летний Тецуи Ямагами объяснил свое преступление. По данным японских СМИ, бывший военнослужащий был убежден, что Синдзо Абе принадлежал к религиозной организации, которой принадлежала и мать подозреваемого. Ее взносы стали причиной больших финансовых проблем. Ямагами, соответственно, винил в этом известного политика. Несмотря на, казалось бы, огромный показатель, сейчас наблюдается самый медленный рост вировой популяции с 50-х годов прошлого столетия. Во многих странах в последние десятилетия существенно снизилась рождаемость. В том же, Китае, который вероятно больше не будет самой большой по численности населения страны. Там, по последним данным гостатистики, наблюдается высокое количество пожилых людей. Более того, власти КНР уже готовы разрешить гражданам иметь трех детей. Однако сами родители не готовы на такой шаг на фоне удорожания жизни в Китае. Абе остается в мировой истории как сильный реформатор. Есть даже термин абономика, означающий искусственную девальвацию иены путем удвоения денежной массы. Однако, как отмечают эксперты, он не успел до конца осуществить свои реформы. Сначала ему мешали политические скандалы и болезни. А теперь безвозвратный исход. Айгерим. Спасибо. Я напомню, это был виртуальный коллега Айсанша. Мы продолжаем выпуск. Нехватка продовольствия и резкий рост цен на энергоносители создают резки для безопасности и вынудят людей покинуть свои родные страны. Об этом предупредили в агентстве ЕС по безопасности внешних границ, предупредили в Рейтер. Теперь в Брусселе пытаются предотвратить это. В Евросоюзе также предупредили о риске катастрофического голода в странах Северной Африки и новых волн социальных протестов. Евро приближается к паритету с долларом после того, как основную маршру доставки российского газа перекрыли из-за ремонта трубопровода «Северный поток». Ремонт запланирован в рамках ежегодного технического обслуживания и продлится с 11 по 21 июля. Однако правительства, рынки и компании уже опасаются, что срок остановки может увеличиться, и это нарушит планы заполнения хранилищ на зиму. По словам аналитиков опрошенных Рейтер, евро, скорее всего, начнет расти только после улучшения прогнозов для европейской экономики и в случае уменьшения вероятности агрессивного повышения ставок в США. Худший сценарий для евро – это движение к отметке 0,95 долларов в июле. 105 стран, на долю которых приходится более 95% мирового ВВП, изучают возможности внедрения цифровой валюты. Такую валюту еще называют третьей формой денег, поскольку ее выпускают Центральный банк, и она дополняет привычные нам наличные и безналичные денежные средства, пишет Финпром Кезет. В 2021 году к реализации пилотного проекта цифровой тенге приступил и Национальный банк Казахстана. Уже осенью у тысячи казахстанцев в банковском приложении появится цифровой кошелек, с помощью которого можно будет проводить оплату национальным токенам. Цифровой тенге нужно понимать, что это такой симбиоз между криптовалютами и фиатными валютами. И с точки зрения возможностей, конечно, здесь нужно понимать, сколько стоит этот проект. То есть какая у него окупаемость, где точка безубыточности, какой социальный эффект будет, какой экономический эффект. Если это все посчитать, то тогда, возможно, мы увидим, что это три года окупаемости, или пять лет, или десять лет. Здесь зависит от того, насколько потратилось государство на то, чтобы это создать. И в завершении НАСА опубликовала первую полноцветную фотографию нашей Вселенной, сделанную космическим телескопом Джеймс Уэбб. На снимке запечатлено плотное скопление галактик, непроницаемое даже для длинных инфракрасных волн. В ходе прямой трансляции из Белого дома уникальный снимок меру продемонстрировал лично президент США Джо Байден и администратор НАСА Билл Нельсон. Запечатленное скопление обладает такой невероятной массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним звезд, заставляя лучи огибать тем массивный объект с разных сторон, и таким образом миновать эту преграду. Это была последняя информация к данному часу. Еще больше новостей читайте на нашем сайте inbusiness.kz. Продолжение следует...